всем здрасте у нас продолжаются разговоры про разработку программы спине под линус обеспечения прошу прощения и внезапно сегодня у нас как это сказать ну короче лекция который я не готовился видимо нам не сказал сказалось все еще безалаберности вот этих каникул не каникул и за полчаса до лекции я понял что у меня нет уверенности что я могу вот взять тему прошлого года и на таком голубом глазу его ее эту тему вам понять у меня есть правило которое состоит в том что если внезапно лекцию нужно читать экспромтом по разным причинам то надо читать а лекцию про регулярные выражения в прошлом году я это сделал для питона в этом году мы это сделаем для разработки подвинутся тем более что линукс и регулярные выражения не то чтобы близнецы братья но очень часто встречаются в одинаковом контексте и очень часто бывает так что люди говорят вот в этом линуксе такие были говорят на выражение ужасные для брат прекрасный да вот хотя в общем где линукса где эти самые регекс экспромтность моего сегодняшнего выступления будет означать в то в основном то что у нас нет четкого плана мы сейчас будем пытаться его построить по ходу вот но это не означает что у нас нет материалов прямо сейчас который мы можем использовать еще как есть потому что в каком-то относительно недавнем году я читал курс по архитектуру компьютер операционных систем в высшей школе экономики вот и к нему я сделал два два конспекта один лекций другой семинара вот и мы попробуем впихнуть все это в одно и этим воспользоваться так что будем глядеть вот сюда значит эта история была довольно интересная это лекция были на английском языке на поскольку я сказал что я наверное могу прочесть лекцию на английском языке на огне будут неделю готовится то мне сказали ну читай на русском все равно все кто не знает русского уже давно отчислены вот так что лекции были на русском языке а вот планы я из уважения к программе писал на английском давайте мы начнем с того что поговорим про регулярные выражения про их необходимость про их так сказать почему они в этом вашем линуксе так часто встречаются скажем в не линуксе не так если бы у нас было лет были лекции по архитектуре линукса аналогичная там вот последний когда было восемнадцатом году девятнадцатом не помню то мы бы с вами столкнулись с такой с таким принципом который кстати сказать по нам краешком ударяет это принцип что все является текстом тот факт что нормальная разработка вполне нормальные даже в общем как это сказать традиционная разработка под линукс вообще не требует ничего кроме текстового интерфейса это как раз следствует того что сама операционная система исповедует идеологию все является текстом все что текстом не является в общем это Это значит, что человек прочесть этого не может и, возможно, оно не очень хорошо его использует. Идеология с ограничениями и с темными местами, но, в общем, мы сейчас не про это. Мы сейчас про то, что всякий наш диалог с компьютером, вообще говоря, является текстовым. Это набор текстов на вход, набор текстов на выход. Тексты на вход интерпретируют компьютер, тексты на выходы интерпретируют человек. В общем, вот. И в этих ваших линуксах встает необходимость довольно часто обработки, преобразования этих текстов. На эту тему в прошлом году я читал одну лекцию в рамках спецкурс «Парадигма программирования». Советую туда заглянуть, больше такой лекции читать не буду. Вот. В этом году там будет лекция про макроподстановки, но это тоже, между прочим, про обработку текстов. Я надеюсь. Да. Но в случае линукса это гораздо чаще встречающаяся задача, потому что списки файлов какие-то, значит, потоки текстовых логов, какое-то чего-то. Все, что в качестве информации сообщает нам система через командную строку, является потоком текста. В частности, я об этом упомяну только вскользь, потому что времени у нас не так много. Неким прототипом, не являющимся регулярным выражением, является язык шаблонов, которым пользуются, например, для порождения имен файлов в линуксе. Вот. Это очень-очень древний язык. У него есть довольно примитивные специальные символы, которые позволяют определить место в шаблоне соответствующее произвольной цепочке символов, место в шаблоне соответствующее одному символу, место в шаблоне соответствующее диапазону и, собственно, всю. Да? Значит, то есть, если мы говорим эхо О звездочка, то вот эта вот конструкция, как мне подсказывает, видите, раскраска Затшелла, является шаблоном, который применяется ко всем файлам в текущем каталоге. Вот. И согласно этому шаблону, имя этого файла должно начинаться на О, а дальше идет произвольное количество символов. Если же я пишу, допустим, вот так вот, то это означает, что имя файла должно начинаться на О, дальше идет произвольный один символ, а потом еще один произвольный символ. Чемя нет, к сожалению, не будет. Это знание так или иначе предполагается имеющимся у вас, к сожалению. Видимо, мне пора перезапускать курс по введению в Linux, вот, судя по тому, какие вопросы на меня сыпятся. Чемя спрашивает, будет ли у нас переменное окружение. Предполагается, что мы про них знаем. Значит, этот шаблон говорит, что среди имен файлов ищутся строки, которые состоят из... Первая у них буква О, а две другие буквы, их ровно две, и они произвольны. Ну и, наконец, что-нибудь такое... Вот так вот, допустим, звездочка CY покажет нам все среди имен файлов, покажет только те, которые состоят из произвольного числа символов, но в конце у них стоит либо C, либо Y. Вот. Ну и, понятное дело, можно еще делать отрицательный диапазон, значит, не C, не Y, вот это все остальные. Все. На этом язык с облом заканчивается, и я, в общем, про него больше вспоминать не буду. Дело вот в чем. Он, в общем, очень слабый. Если речь идет о выборе файлов, а выбор файлов, как правило, что? Либо по имени, либо по расширению. Не вопрос. Я думаю, что да. Сейчас даже не так. Даже, наверное, инфо лучше смотреть. Какой-нибудь bash или zshell? Да, блин. Сейчас, секундочку. Ключевое слово файл name generation. Ну, значит, zshell. Поищите. Просто я сейчас наизусть не помню сейчас. Давайте еще по zshell посмотрим. Да ладно. А, manshinfo. Вот. Вот он. Только этот zshell, он более сложный. Да? Тут хитрый. Более хитрый шаблон. А в более простых, там, каком-нибудь... Какой-нибудь... Во. Во. Вот тут вот... Вот они. Во. Во. Вот man po a-shu или dashu, как он называется, в... В этом самом, в Debianе, описывает все эти shell-паттерны у вас. Вот, собственно, вот весьма. Я же говорю, оно очень короткое. Да. Мы с вами не будем заниматься этим, потому что этот язык очень бедный. Он хорошо подходит, когда нам нужно выделить имена с похожими... Файлы с похожими именами или файлы с похожими решениями. Ну, что же касается регулярных выражений, здесь гораздо более интересная ситуация с ними. Потому что регулярные выражения это, вообще говоря, целый класс формальных грамматик по Хомскому, который... Правда, он самый узкий из классов. Это класс формальных языков, порождаемых конечными автоматами. Поэтому регулярные выражения, они порождаются регулярными и иногда их еще называют автоматными грамматиками. Все это, опять же, лежит в стороне от нашего сегодняшнего разговора, потому что это не про программирование. А вот сами регулярные выражения это то, с чем хочется разобраться. Сразу предупрежу, особенно тех людей, которые видят это впервые или не впервые, но, как это сказать, не перестали чувствовать ощущение беспомощности при виде регулярного выражения. Сразу предупрежу, что регулярные выражения гораздо проще писать, чем читать. Это вот, увы, к бабке не ходи, это будет вас преследовать всю жизнь. Пока вы его пишете, вы все понимаете. Через час вы уже будете тупо смотреть на эту строчку, которую вы написали за несколько секунд. И вам будет проще написать новую такую же, чем разобраться, что вы туда вбили. Это вообще общее свойство любых птичьих, так называемых, языков, в которых очень много, очень высокая плотность информации на один символ. А в регулярных выражениях именно так и происходит. Вот. Тем не менее, я говорил, что мы не будем заниматься шаблонами шельными. Тем не менее, одну вещь, про которую стоит упомянуть, говоря про шельные шаблоны, одна вещь, про которую стоит упомянуть, это понятие матчинга. Я в прошлом году так и не придумал, но можно говорить о сопоставлении. Но, к сожалению, там есть тонкости. Слово сопоставление, оно немножко отдает процессам сопоставление. А матчинг, матч, это именно то, что получилось в результате этого сопоставления. Вот. Так вот, понятие сопоставления или матчинга состоит в следующем. Вот у нас есть шаблон, и он применяется к некоторому ограниченному контексту текста, как правило, к одной строке. В случае регулярных выражений это именно так. В случае, допустим, файлэйм, генерейшн, это вообще к одному имени файла. И файл считается удовлетворяющим этому шаблону, то есть матчится. В случае, если все имя файла от начала до конца соответствует этому шаблону, может быть интерпретировано как этот шаблон. С регулярным выражением та же самая история. Матчинг, то есть сопоставление, это сопоставление некоторой строки, которая обычно наибольшей длины, которая, ну точнее там, самый левый, самый длинный, но мы об этом еще поговорим, которая, значит, полностью может быть интерпретирована, то есть разбита на атомарные подчасти, каждая из которых соответствует соответствующему кусочку шаблона. То есть, например, вот эта вот штука, она ищет файлы, не эта, вот эта вот штука, ищет файлы, которые, имена которых начинаются на О, дальше идет произвольный символ, и дальше идет произвольный символ, то есть этих символов ровно три. Только такие строки матчат вот этот шаблон. Абсолютно такая же штука с регулярным выражением. Чтобы идти дальше, я сразу скажу, что в линуксе, в командной строке линукс очень часто используется утилита грив, которая, собственно, предназначена для поиска подстроки в строке. О, какая-то вот, какой-то стрейс, да? Отлично. Греб, допустим, first, этот самый log. Нету там ничего. Что там есть? Вот этого будет дофига. Ну и что? Ну, пожалуйста. Мы где? Вот. Греб, мы где, хлок. Вот. С некоторых пор, там, за последние несколько лет, утилита греб научилась раскрашивать соответствующий матчинг. Видите? Значит, когда мы говорим, что мы ищем подстроку в строке, мы говорим, дорогой греб, вот тебе интересует то, что заматчилось вот этой подстрокой. На самом деле регулярным выражением мы сейчас это увидим. Вот. Ну и вот оно красивенько раскрашивает этот. Если вывод происходит на терминал, греб красиво раскрашивает тот матч, который она увидит. Да, ну, в общем, мне и тут неплохо живется. Ну или, допустим, давайте, что ли, да, это чуть позже. Немножко про правила. Значит, я уже тут проговорился, что вот эта штука является регулярным выражением, ну, естественно, это ее вырожденный вариант. Регулярным выражением является любой символ, абсолютно любой, там, допустим, м. Вот он, видите? Регулярным выражением является вообще любой символ, то бишь точка. Давайте я просто вот так вот скажу. Видите, добрый греб раскрасил все, что он увидел. Почему? Потому что точка – это то, что в шаблонах обозначалось восклицательным вопросительным знаком. Это любой символ вообще. Поскольку любой символ в этой строке является любым, все, что мы видим, является матчем в строке точка. Что еще можно? Можно попробовать указать диапазон. Ну, допустим, от А большое до Z большое. Что это будет? Это будет один, один символ, который соответствует этому диапазону. Вот, пожалуйста, первый такой матч, второй такой матч, и тридцать такой матч. Их тут три разных. Если бы мы сказали покажи один, но греб показывает все. Значит, ну, да, один. Диапазон. Ну, и понятное дело, что можно и указать отрицание диапазона от 0 до 9. Вот, например, это будут все не цифры. Вот видите, каждая не цифра является матчингом, матчится такому сопоставимо с таким атомарным регулярным выражением. Это один символ. Вот. Кстати, а, ну пробел он просто не умеет выделять. Понятно идет. Да, пробел. Какого он цвета? Непонятно, какого он цвета. Вот, то есть тут на самом деле выделены все цифры. Все не цифры. В принципе, вот эта конструкция может быть расширена всевозможными всевозможными этими самыми дополнениями. То есть тут может быть и перечисление, и несколько таких диапазонов. Вот. Если вам требуется туда вставить минус, этот минус должен быть просто последним. Тупо, иначе он будет, они подумают, что это часть диапазона. И то же самое с крышечкой. Она должна быть не должна быть первой. Это что касается атомарных регулярных выражений. Теперь начинается интересное, неравное шаблонам в том виде, в котором мы повыклись про них говорить. Если к атомарному регулярному выражению, а давайте вы дослушайте лекцию до конца или, по крайней мере, до того места, когда будет понятен ответ на ваш вопрос. Если к атомарному регулярному выражению приписать так называемый повторитель, а в базовом регулярном выражении повторитель это звездочка, то полученная строка будет соответствовать какому-то регулярному выражению повторенному ноль или более раз. Ну, допустим, ноль или более раз. Мне это не нравится, то, что здесь написано. На самом деле это не так должно работать. Дайте я подумаю. А, понятно. Давайте попробуем по-другому. Давайте мы сделаем вот так вот. 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 Смотрите. Значит, поскольку регулярное выражение повторено ноль или более раз, иногда бывает повторено ноль раз, и там выделять нечего, нас может сбить с толку, что Греб ничего не раскрасил. Давайте мы скажем Гребу, чтобы он молчал и в качестве вывода выдавал код возврата. Нулевой, если он что-то нашел, и нулевой, если он не нашел ничего. Таким образом можно воспользоваться шельной конструкцией 2 амперсенда, и в зависимости от того, что нам Греб вернул, какой код возврата, он будет выдавать либо yes, либо, допустим, либо, допустим, no. Вот такая конструкция будет в зависимости от кода возврата Греба писать yes или no в случае нашел Греб соответствующее регулярное выражение в строке или нет. Так вот, если мы напишем, допустим, z, то он его не найдет, а вот выражение z звездочка внезапно в строке date найдено. Где оно тут? В каком месте этот матчинг происходит? Знаете, какой правильный ответ? Везде. А в любой позиции в этой строке присутствует буква z, повторенная ноль раз, а звездочка это у нас ноль и больше раз. Вот сейчас мы будем упражняться на составных регулярных выражениях, и эта концепция будет более понятна. Таким образом, если у вас есть просто атомарно-регулярное выражение, которое обмазано звездочкой, это никак не сужает контекст поиска, потому что любое место в вашей строке матчится пустой строкой, а что угодно повторенное ноль раз это пустая строка. Вот. Еще можно взять составное регулярное выражение в скобки, если я вдруг забуду про скобки в течение сегодняшней лекции, напомните мне, чтобы я про них вспомнил, и это тоже будет считаться атомарным регулярным выражением, и к нему тоже можно будет приписывать звездочку. Ради этого скобки существуют. На самом деле, не только ради этого, но... А, да. Значит, составное регулярное выражение. Разумеется, составным регулярным выражением является последовательность букв. Давайте сейчас посмотрим в наш вот этот лог. Я хочу что-нибудь... Ну, давайте так сделаем. греб 0,9 AF в этом самом логе. AF, я сказал. Во! Значит, шикарно. это шестеричные и всякие другие цифры, правда, не только они. Нет, плохая идея. Сейчас попробую что-нибудь другое. Давайте сдай так. Так вот, значит, последовательность. Ну, например, UTC. Пожалуйста. А, минус коэска. УTC. Вот, здесь матчится составное регулярное выражение, которое на самом деле просто тупо состоит из трех символов и стало быть этот матчинг происходит следующим образом. U сопоставляется с U, T с T, а C с C. Тупо не вопрос. Здесь интереснее. Вот это составное регулярное выражение состоит из трех атомарных, а именно U, точки и C. U это U, точка это любой символ, C это значит C. Это значит, что такое регулярное выражение будет матчиться любой последовательности из трех символов, в начале который стоит O в конце C. Важно, что если мы напишем вот так вот, U, эхо, U, U, C, C, то матчинг этот произойдет только единожды. Потому что после того, как мы скажем, что вот этому выражению из трех букв соответствует вот эта строка из трех букв, дальше ни одного вхождения U, что-то, C в остаток этой строки, а именно строчку, C, не предвидится. Хотя и вот эта тройка соответствует понятию U, U, что-то, C, и вот эта тройка соответствует понятию U, что-то, C, про матчинг под названием Leftmost Longest, то есть самый левый, самый длинный, мы поговорим чуть позже. Таким образом вы можете написать и вот так вот, только таких тут, таких будет, что это вот, это U, это две точки, это C. Да? Вот так вот работать не будет, в смысле он не найдет ничего. И, наконец, вот так вот, точка-звездочка это такой типичный паттерн для поиска, который очень часто встречается, потому что это любое количество, включая 0, любых символов между U и C. Да? Ну, например, мы можем написать вот так. Че? А, ехал U, C, надо, не судим, update. Во, смотрите, давайте только не C, а T, чтобы было виднее. чему мачется вот это регулярное выражение. Один это вот это. Точка-звездочка это вот это все. Ну, и T это вот это. Пока вроде опять ничего страшного. Дальше больше мы можем вставлять всякие хитрысти, мы можем написать странные составные выражения. оно все еще работает причем мы не понимаем что замачивать здесь, что здесь надо будет сейчас это выяснить это чуть позже выясняется ну короче да, значит t это t не так 12 это 12 точка звездочка давайте даже не вот так 12 это 12 точка звездочка это вот все до вот этого места 0,9 это вот это 9 вот эта точка звездочка это вот этот пробел и u а t это t обычно с помощью памяти запоминают чемми, простите чемми спрашивают, как всю эту ерунду запомнить она же совершенно не языковая единственный и главный способ освоения этого вашего линукса кстати и этого вашего программирования это пальцы то есть такие вещи запоминаются не головой головой вы читаете с помощью головы точнее с помощью глаз в ней и мозга внутри головы вы читаете документацию всякий раз, когда вам нужно сделать какую-то задачу вы понимаете, что можно либо руками некогда думать надо трясти либо надо прочесть документацию по инструменту потому что есть инструменты воспользоваться инструментом всякий раз, когда вы учитесь надо делать выборы в пользу инструмента нельзя делать выборы в пользу некогда думать трясти, надо Александр, сейчас мы вот буквально через 5 минут у нас разговор про left-rest-longest мы познакомимся с поиском с заменой и тогда мы будем наглядно видеть какой группе что соответствует к сожалению, греб не умеет раскрашивать группы в разные цвета кстати, интересно, может умеет? нет, не умеет вот если бы он умел хотя бы чередовать их был бы гораздо интереснее хорошая, кстати, задачка напатчить греб, чтобы он умел разные атомарные регулярные выражения в разные цвета красить а, не факт, что это удобно потому что не факт, что engine ему это позволяет короче, бог с ним значит, давайте договорим про составные составное регулярное выражение может составлять из какого угодно количества атомарных и накладываются они по очень простому принципу значит, ответ присутствует ли данная строка в данном то есть матчится ли в данной строке данное регулярное выражение приходит так, что каждому атомарному регулярному выражению можно сопоставить замачить какой-то кусочек строки по каким правилам, чуть позже поговорим конец ну вот тут есть пример такой классический сишный идентификатор сишный идентификатор это, помните, последовательность букв и цифр да есть, конечно, логика я говорю, мы про это сейчас поговорим ну, Алексей Александр Александр, не торопитесь все будет что такое идентификатор в языке программирования си? последовательность букв, цифр и символов подчеркивания где он тут? символ подчеркивания вот символ подчеркивания тут ошибка и символ подчеркивания начинающиеся не с цифры ну, вот оно давайте попробуем поискать эту штуку в, ну, скажем, нашем логе вот это все может являться идентификатором ну, в общем, разумно, я считаю в общем, похоже на правду даже некоторые идентификаторы он тоже вернее, все идентификаторы он тоже чуть позже, опять же мы сейчас разговариваем про базу регулярного выражения я на все вопросы отвечу постараюсь не забыть это вопрос Пайтон Прога про классы эквивалентности мы еще не договорили также мы можем сделать один забавный трюк мы можем взять составное регулярное выражение заключить его в скобочке в случае грепа эти скобочки выглядят вот так бэкслэш круглая скобка вот с этими бэкслэшами настоящий ад в регулярных выражениях но тут уж терпите эти скобочки превращают его в атомарные то есть когда мы дальше ставим после него повторитель то будет матчиться либо ноль мест это понятно он везде либо одно такое регулярное выражение либо два либо несколько но никогда не дробная часть ну например смотрите если мы сейчас скажем вот этот дэйт дай я ввожу мать нет это плохая идея видимо нам придется чуть позже еще к этой теме вернуться к скобочкам потому что я сейчас не могу себе на ходу представить как наглядно показать что там чему матчится ну там с нулем будет проблема ладно не важно важно то что мы можем нет все таки давайте сделаем это будет слегка ненаглядно но и фиг бы с ним греб допустим 0909 и звездочка еще раз 0909 и звездочка вот смотрите какая история давайте мы еще сделаем вместо date сделаем эхо да как то вот так обратите внимание на то что в результате у нас раскрашены только последовательности из цифр длины кратной 3 вот потому что это либо 0 раз повторенные 3 цифры либо 1 раз повторенные 3 цифры либо 2 раза повторенные 3 цифры давайте я так вот чтобы вам было виднее сделаю вот так да вот и вот эта звездочка это повторитель сразу всего вот этого шаблона ну кусочка регулярного выражения который в силу этих скобочек считается типа атома вот почему я не хотел приводить этот пример потому что потому что в действительности любое место в этой строке любое место мачется этим регулярным выражением почему повторитель нулевой длины любая строка является вернее так в любом месте любой строки стоит пустая вот вот теперь мы собственно переходим к правилу leftmost longest но чтобы его рассмотреть а нет помимо лето помимо значит вот этого еще давайте последнее да мы ситоксис рассматриваем обратите внимание на то что греб в отличие от понятия матчинга например в отличие от генерации имен файлов находит под строку в строке он берет регулярное выражение которое матчится и это выражение может начинаться сначала может где-то в конце быть может где-то быть посередине вот так если мы хотим чтобы Александр есть мы до этого до всего дойдем ну пожалуйста все-все есть всем народ заинтересован я смотрю да значит так вот если мы хотим чтобы наше регулярное выражение стояло строго в начале строки в питоне вот этим словом в питоне называется матчинг а поиск по всей строке называется серчинг но это к делу не относится или например в конце есть специальные маркеры позиционирования крышечка голая это начало строки доллар это конец строки кто пользуется редактором вим знает что есть такие команды виме они ровно то же самое делают позиционирование курсора вот то есть если мы пишем что-то типа эхо лы 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 греб греб да греб же ну а з то каждая буква является таким большая каждая большая буква является таким матчем давайте мы на всякий случай напишем вот так да вот но если мы к этому месту приклеим еще позиционирование то выяснится что в начале строки у нас ровно одна одна буква таким же обжим мальчица или в другой стороне да так только тут нужно кавычки другие вот видите да значит ну соответственно если мы хотим всю строку целиком то пишем чтобы от начала до конца правда такая тут не матчится ну давайте попробуем составить регулярное выражение минимального размера которое нет нет да ну вот пожалуйста да значит любая последовательность букв а букв больших маленьких и пробелов вот любой длины которая начинается в начале кончается в конце вот пожалуйста вот вам регулярное выражение которое матчит эту строку вот вот теперь мы значит собственно переходим к правилу самой левой и самой длинной чтобы освоить правила самые левые и самые длинные нам нужно сначала познакомиться с инструментом который позволит нам произвольно показывать какой кусок нашего большого регулярного выражения с каким с какой подстрокой матчится греб к сожалению умеет раскрашивать все в один цвет а нам нужно уметь раскрашивать в несколько цветов ну насчет раскрашивать не обещаю вот но у нас есть прекрасный инструмент который называется сед строковый редактор вот с помощью седа можно реально редактировать файлы правда это ну вот такое значит фактически сед это универсальный инструмент обработки текстов с интересной концепцией контекстуальной привязки команд обработки и так дальше и так дальше нам к сожалению опять таки нету возможности его глубоко изучать ищите на юниксе например вам как раз лекциях прошлого года более подробный разговор про сед вот соответственно от него нам от седа понадобится только один важный кусок этот кусок называется поиск замены значит чтобы осуществить поиск замены ну самый простой он очень простой да вот у нас сед search слэш регулярное выражение ну допустим заменить на строку вот значит search команда дальше идет произвольный символ который является временным ограничителем обычно используется слэш вот и происходит вот такая картинка в этом случае у нас заменяется только первое вхождение а если поставить в конце модификатор глобал то любое вхождение вот фактически это одна команда две модификации которые нам нужны это редактор и сет все остальное мы не успеем просто разобрать а мы еще сегодня на хип программируем я за у меня запланировали вот и это что касаемо просто замены с помощью ну и понятно дальше там можно себе воображать сколько угодно можно вот так вот сделать что произошло как вы думаете сед наматчил в каждой позиции пустую строку и в каждую пустую строку заменил на решеточки все так и есть вот да конечно Григорий спрашивает какой имеет смысл использовать сед на практике сед на практике используется в шелл скриптах с помощью вима в шелл скриптах вы такое не сделаете вот вот ровно конкретно это команда то есть если вы пишете там на питоне в питоне свои регулярные выражения если пишете на шеле там нет регулярных выражений шелл это оболочка вот греб сед ваши друзья навек при программировании на шеле кстати иногда даже мы сейчас я надеюсь мы успеем посмотреть сишной опи которая вокруг этого намазана иногда гораздо проще написать шелл скрипт в одну-две строки чем писать программу на си в 20 строк которые еще нужно по памяти отлаживать так что да да есть очень много способов вернее причин использовать сед вот и вот мы дошли с вами до правила летмаст лангист давайте мы попробуем сделать это вот так я думаю что нам хватит чтобы посмотреть как работает правило летмаст лангист мы с вами возьмем и используем слушайте ну нельзя про все к тому же Андрей наша задача все-таки программирование на си немножко да и опи к регулярным выражениям на си я постараюсь показать а еще и вк вк довольно сложный язык вот поставим те самые скобочки давайте я сначала простой пример приведу date палка set search 0.9 звездочка ну хорошо 0.9 а дальше ну скажем так равно 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 вот обратите внимание на вот этот один да или допустим а з что сейчас происходит вот эти скобочки они в классических движках регулярных выражений выполняют сразу две функции во-первых во-первых превращают атомарное регулярное составное регулярное выражение в атомарное чтобы можно было поставить модификатор после него во-вторых они запоминают вот эти скобочки запоминают ту строку которая замачивалась вот этим регулярным выражением внутри скобочек в специальный карман по номеру первые скобочки первый карман вторые скобочки второй карман третьи скобочки третий карман и потом например в редакторе сет можно вспомнить из кармана номер сколько-то эту самую строку как видите мы заменили произвольный символ произвольную большую букву на эту же большую букву то есть из кармана один вынутую только в окружении двух равенств и так же здесь было с единичкой да произвольный символ на этот же символ в окружении двух равенств нумерация нумерация скобочек идет по первой скобке вот соответственно например если сделать вот так вот у нас будет уже два кармана их можно вставлять вот а можно и в обратном порядке кстати ради этого вообще все эти все эти нумерации по карманам и затеялась вот и скобочки могут быть вложенными тогда довольно важная вещь все что матчится самой первой пары скобочек и будет карманом номер один да то есть карман номер один начинается вот здесь и заканчивается вот здесь я вангую что номер один будет слова у т карман номер два начинается вот здесь заканчивается вот здесь Здесь карман номер 3 начинается вот здесь, заканчивается вот здесь. Значит, Баб Ванг в моем лице предсказывает, что здесь будет написано U, а здесь UT. Давайте пробовать. Я догадался. Можно еще третий. Такие вот правила про вложенные скобочки. И про... Теперь, когда мы знаем этот инструмент, нам осталось посмотреть на правила, собственно, самый левый, самый длинный, о котором тут уже несколько раз говорилось, и я обещал про него рассказывать. Давайте в этой самой дате вычленим проследовательность цифр по изволенной длины, за которой следует одна цифра. Для начала первую. Че? Слэш забыл. А, нет. Один, два. Разумеется, нельзя их пробелом отделить. Пробелов же нету в этом самом, в строке. Если бы в строке были пробелы, я бы их отделял. Все так. Вот. Значит, что здесь написано? Последовательность из нулей и, короче, из цифр любой длины, за которой следует последовательность из нулей цифр единичной длины, то есть один символ, заменить на их же, но только вот поставить три... Ну, давайте скобочки поменяем, чтобы было видно, кто за кем стоял. Давайте ради интереса еще и г поставим сюда, глобал. Теперь у нас каждая такая последовательность будет заменена на скобочки и палочку. Я же говорю, писать гораздо проще, чем читать. Верьте мне, Ватс. Значит, и вот тут-то перед нами в полный рост встает правило «самый лево, самый длинный». Смотрите. А, но еще не встал. Значит, пока что все еще очень... Вот на это я прошу обращать ваше внимание. Все очень понятно. Вот эта строка соответствует последовательности любой длины, а эта строка последовательности единичной длины. Все вроде норм. Но если мы поставим в это вот выражение вот сюда вот звездочку, произойдет довольно странная вещь. Вот. И пробел давайте оставим. Вот. Произойдет довольно странная вещь. Обратите внимание. Ну, во-первых, обратите внимание, что поскольку у нас фактически здесь наместно пробел, а дальше что-то со звездочкой, что-то со звездочкой, то любой пробел, даже если после него не следует цифра, заманчивается. Ну, вот как вот здесь. Вот это место. Вот этот пробел в дате. Несмотря на то, что после него не следуют никакие последовательности со звездочкой, он заманчивался. Потому что это последовательность нулевой длины, и это тоже нулевой длины. Но я сейчас хочу рассказать не про это. Обратите внимание, как ведут себя цифры внутри скобок. Заметили, что бэкслэш 2, второй карман, теперь всегда пуст. Почему? Вот здесь нас, собственно, настигает правило самый левый и самый длинный. Когда мы производим матчинг составного регулярного выражения со строкой, выбирается такой из возможных, для которого самое первое регулярное выражение матчится самой длинной под строке. Из оставшихся второе регулярное выражение атомарное матчится самой длинной под строке. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Что это означает? Это означает, что в нашем случае, в случае даты, любая последовательность цифр, про которую написано, что много, 0 и больше символов, за которыми следует 0 и больше символов, будет замачено так. Все символы, за которыми следует 0. Почему? Правило самый левый и самый длинный. Пробел соответствует пробелу. Следующее атомарное регулярное выражение, левое, соответствует всем цифрам. А следующее, нулевому количеству цифр. Вот. Так устроен самый левый и самый длинный. Сейчас я еще где-нибудь найду. А вот хороший пример. Давайте мы его рассмотрим и на этом поедем дальше. Эхо. Ну, допустим. Дальше вот такую фигню налепим. Только серж забыл. И здесь забыл. Вот. Расставим скобочки. Ну и, господи. Бэкслэш 1. Пробел бэкслэш 2. Бэкслэш 3. Там еще два пробела возникли из-за того, что давайте сделаем еще там от А туда Е. Вот. Вот теперь все четко. Значит, вот такое составное регулярное выражение, большое, состоит буквально из следующих атомов. Первый атом. Буква А. Она сначала матчится вот здесь, а потом вот здесь. Когда мы матчим букву А вот здесь, дальнейшее сопоставление с этим шаблоном невозможно. Значит, это плохое место для матчинга. А когда вот здесь возможно. Второй атом. Буква от А до Д. Порезвольное количество. Сначала у нас попытается наш движок замачить вот эту всю под строку. Но тогда вот это все не пойдет. Почему не пойдет? Потому что она не замачивается вся под строка. У нас только до Д. В конце концов, наш движок попробует замачить А, Б, Ц, Д. Он сюда подойдет. И это будет самый длинный вариант, который приведет к успеху. Поэтому бэкслэш 1 у нас вот здесь вот матчится как А, Б, Ц, Д. Давайте я вот это уберу, чтобы... Вот. Бэкслэш 1 матчится как А, Б, Ц, Д. Первый карман попадает в самый длинный вариант. После того, как мы замачили А, Б, Ц, Д. У нас нужно замачить следующий шаблон. Это от Ц, Д, Ф. Вот. Я вангую, что замачатся эти две буквы. А вот эти две уже нет. Потому что они вошли в самый левый, самый длинный матчинг предыдущий. Да? Если бы правила были не такие, можно было бы замачить Ц, Д, Е, вот таким выражением. Но нет. Мы уже... Самый жадный оторвал себе кусок. Соответственно, от Ц, Д, Ф призвольное количество символов 2. И от Д, Д, Х призвольное количество символов тоже 2, Ж, Х. Да? Вот это вот иллюстрация. Самый левый, самый длинный. Вот он, самый левый, самый длинный. Он сожрал все символы, какие мог. А остальным оставил сколько осталось. Понятное дело, что если мы изменим логику таким образом, что самый жадный вообще тогда ничего не замачится, придется этого жадного урезать. И именно так это произошло в реал-лайфе. Самый жадный попытался замачить вот это все сначала. Но у него не получилось, потому что он не умеет. Да? И он как бы урезался до АБЦД. Класс. Там еще есть несколько более хитрые варианты. Но поскольку у нас время все равно поджимает, давайте двигаться дальше. Что делать, чтобы в глазах не рябило при использовании регулярных выражений от этого всего? Единственный метод, который можно себе позволить, это использовать не обычные, а так называемые расширенные регулярные выражения. Давайте я посмотрю, нет ли здесь про них разговора. Да, есть. Использовать так называемые расширенные регулярные выражения, которые немножко улучшают жизнь в природе за счет трех вещей. Вещь первая. И это скобочки, там не нужно бэкслэшить. Вот эти бэкслэши, их становится существенно меньше. Давайте я скажу сед минус е и перепишу это на экстендер 3 гексп. Воу. Обратите внимание, что особенность непривычки, такую текст читать гораздо проще, чем тот, который был раньше. Вот бэкслэш скобка, ну никак не воспринимается человеку, не имеющему привычки чтения такого рода вещей, как что-то скобочное. Тут уже прям понятно, вот смотрите, первый карман, второй, третий. Вот. Второе достоинство регулярных выражений с расширенных, которые называют extended regular expressions, в том, что тут у нас спрашивал, кажется, Александр. Да, Александр спрашивал, а есть что-то один или больше? В базовых нету, в расширенных есть. Один или больше, это же вы же понимаете, что на самом деле это всего лишь, ну допустим, AD, AD, AD звездочка, это один или больше. Но поскольку это как бы мутно писать, то в расширенных регулярных выражениях есть еще конструкция плюс. Вот повторитель плюс как раз и является повторителем, повторителем типа один или больше. Вот. Здесь разницы никакой, а сейчас мы попробуем. Вот. А вот здесь разница есть. В случае звездочки у нас бы сейчас жадное регулярное выражение номер два захамало и C, и E, и F. Потому что, потому что могло. Да, давайте это проверим. Так, нам пора заканчивать. Ну хорошо. Нам пора заканчивать и переходить к C, имею в виду. Вот, видите, оно захамало. Да? Захамало. А в случае звездочки такого не произойдет, потому что, как минимум, один символ должен остаться. И поэтому наше второе составное регулярное выражение, вторая скобочка, когда она захавала E и F одновременно, ей сказали, нет, так дело не пойдет, у нас на третью скобочку места не осталось. И урезали аппетит. И получилось вот так. Более того, если мы еще уменьшим здесь, скажем, вот так вот сделать. Видите, что произошло? Теперь у нас и первым урезали аппетит. Сказали, знаешь чего? Нельзя тебе захавать ABCD. Если захавуешь ABCD, там останется только F, и не хватит одновременно на эту и на эту, на матчинг вот этих двух регулярных выражений. Поэтому, пожалуйста, умерь свой аппетит, жадность свою поумерь, используй только ABC. С, D у нас пойдет сюда, а F пойдет сюда. Вот. Обратите внимание, что удобная штука плюс. Еще чем удобная штука плюс, это отсутствие взрыва. Помните важное свойство звездочки. Любое, абсолютно любое место в абсолютно любой строке является любым регулярным выражением, после которого стоит звездочка. Потому что 0 раз. Плюс хотя бы один раз, и тут все существенно более правильно. Вот. Еще в расширенных регулярных выражениях есть повторитель, типа вопросительный знак. Это 0 или 1. Удобная штука. И еще есть то, о чем говорил Барс в начале, а именно повторитель с указанием сколько раз. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Сед минус е. А, ну, можно даже греб, греб, греб минус е. Допустим, а, три раза. Вот оно. От трех до четырех раз. Самый жадный. Четыре раза есть, а три нет. Но, обратите внимание, что и так сработает, и так сработает, и так сработает. А вот так уже не сработает. Вот. Почему? Ну, потому что сказано от трех до четырех, да? А у нас их всего две. А здесь их парочка по четыре. Вот. Раз, четыре. И два, четыре. Еще один вид повторителей, именно указание, указание диапазона. Кстати, этот диапазон можно не писать. Значит, есть такие умолчания, как в питоне немножко. А, ну, тут нельзя. Ну, короче, или, например, от четырех и больше. Да? Вот. Три не работает, а четыре и больше будет работать. Так, еще один вопрос был задан, кажется, Александром. Нет, по этим прогам. Относительно классов инквивалентности. Смотрите. В расширенных регулярных выражениях, а мы все еще в них присутствуем. Можно вместо указания диапазона написать название этого диапазона. Например, сделать так. date grep минус e extended двоеточие по-моему, алфа. Вот. Чем это... Значит, обратите внимание на то, что вот это все вместе, такое название диапазона вместе с внутренним квадратным скомочком. Кто это придумал, не знаю. Ну, вот придумали так. Вот. Или digit, например. Или, например, allnum. Алфавит на цифровые. Allnum. Обратите внимание на то, что если в случае digit нам легко написать такое множество. Да? От нуля до девяти. То в случае буквы, смотрите, у нас замачивались и русские буквы, и латинские буквы. То есть эта штука смотрит в вашу локаль и говорит, а что у вас тут буквы считаются? Вот я сейчас все это замачиваю. Так что использовать классы эквивалентности довольно полезно. Да? Это сокращает, сокращает. Или, например, еще и space, по-моему. Да, space. Ну, только понятно, что space нам разметить не удастся. А вот если мы скажем отрицание от space, смотрите, разметилось все, кроме пробельных символов. Какие мы знаем пробельные символы? Табуляция, перевод строки, вертикальная табуляция, еще чего-то. Писать их пальцами сюда довольно тяжело. Сказать непробельные символы можно вот так. У нас нет времени на то, чтобы поговорить про различные диалекты регулярных выражений, а их, к сожалению, очень много. В ВИМе свой диалект, в какой-нибудь ЛИСПе свой диалект, и вообще, если ваш инструмент пользуется не гну-регекспом, а чем-нибудь еще, скорее всего, там что-то будет отличаться. Где-то нужны бэкслэши перед скобочками, где-то не нужны, где-то нужны бэкслэши перед плюсиком, где-то не нужны, где-то бэкслэш скобочка в обычном варианте обозначает... Ну, короче, читайте документацию. Прежде чем мы перейдем к разговору про си, на котором можно написать все это безобразие, скажу сразу про расширение регулярных выражений, которые выводят нас за класс автоматных грамматик, собственно, за класс регулярных выражений. Таким... Значит, сначала вам по поводу ограниченности контекста. Обычными регулярными выражениями вы не можете сказать, пожалуйста, покажи мне... Замени мне две точки и две точки с чем-нибудь на что-то, а одну точку не замени. То есть, если там была одна точка, не делай это, а если две точки, то делай. Нельзя сказать, что... Замачь мне такое-то выражение, которое идет только после такого-то. В общем, на самом деле, автоматные грамматики имеют достаточно узкий контекст, и это главная ловушка, от которой я хочу вас предупредить, предостеречь, чтобы, значит, вы в нее не попадали. Нельзя произвольное преобразование текста сделать с помощью регулярных выражений. Регулярные выражения всегда требуют ограничения контекста, внутри которого вы будете действовать. Именно поэтому классический инструмент работает с одной строкой. Типичный пример того, что нельзя взять регулярным выражением, это скобочные выражения. Вы не можете написать парсер для скобочного выражения с помощью регулярных выражений. Синтаксические правильности. Проверку синтаксичной правильности скобочного выражения. Не можете. Я несколько год или сколько-то тому назад по дури почему-то забыл про это и решил сделать. Только потом вспомнил, что теория мне это запрещает. Есть расширенный синтаксис, который мы вообще уже не некогда говорить. Началось все с перла. Есть такая штука по CRE, и есть библиотека или PCRE, которая у нас на лекции, кстати, возникала. Главное отличие которой от классических регулярных выражений, их там, собственно, два. Первое отличие это нежадные повторители. Правило самый левый, самый длинный может не действовать в перле и в питоне. В питоне такие же. Вот. Второе отличие это предпросмотр. Вы можете указать, что матчинг происходит только в случае, если раньше до этой строки был какой-то определенный другой, или если после нее следует другой. Но вот эти, те, которые были до и те, которые были после, не надо включать в, собственно, сам матчинг. Посмотрел вперед, но не разобрал пока. Вот. И то, и другое это выход за пределы классических регулярных выражений. И, значит, с помощью того и другого можно написать такое регулярное выражение, матчинг которого будет длиться тысячелетия. Поэтому аккуратнее. Вот. Если пользуетесь ПЦРЕ и всем таким, аккуратнее. И со звездочкой тоже аккуратнее, потому что и со звездочкой тоже можно. Все. У нас осталось 20 минут. Давайте программировать на хит. Значит. Как оно у нас будет называться? Регекс. Только у нас не 15-ый регекс, а какой? 0,8 регексис. Варс. Регексис. Самый главный инструмент. Да, кстати, ман по регулярных выражениях просто есть. Вот это ман по библиотеке. Что-то я не понял. А где ман по самим регекс. А ну-ка, а может у меня не стоит какой-нибудь манул? Секундочку. Все. Все нормально. Все на месте. Смотрите, их просто два. Есть третий раздел и седьмой. Нас интересует седьмой. Вот и все. Вас опять, прости. Ман 7 регекс. Вот он. Вот она документация по регулярным и расширенным регулярным выражениям. Вот она. Кстати, очень небольшая. Мы еще, кстати, не прошли классы эквивалентности. Вот такие. О и то, что похоже на О буквы. Или там крышечка и то, что похоже на крышечки. Но давайте мы, значит, не будем сейчас этим заморачиваться. Почитайте. Ман 7 регекс. А ман 3 регекс это то, о чем сейчас мы будем заниматься. Это три функции. На самом деле даже... Ну да. Четыре функции, которые мы будем пользоваться при работе с регулярным выражением. Значит, давайте, что ли, напишем какую-нибудь такую тупую программку, которая... Такой греб для очень-очень бедных, да? Который будет что делать? Он будет читать со стандартного ввода строки и их парсить регексом. Да? Сначала программку. Ну что у нас там? Нужно что-нибудь типа... Какую-нибудь строчку для гитлайна завести, да? Что еще? While getLine. GetLine. Сейчас надо манта гитлайна почитать. GetLine. Да блин. Куда, сколько, откуда, да? Куда, значит. Это, видимо, вот так вот. Куда это line? Сколько? А, сколько помещается в n, да? Значит, это у нас int n. Помещается в n. И откуда? std. std in. Это был getLine. Ой, чуть-чуть он там себя ведет странно. А, понятно, что он так себя ведет. Вот. А дальше нам... Ну и сначала так. Print. Puts. Какой-нибудь, да? Puts. Puts. Или даже fputs. F. А, ну или puts. Puts. Line. И фрилайн. Да? Сейчас давайте проверим, что это вообще работает. И line. А потом применим сюда регулярные выражения. Так. Чего ей не нравится? Во-первых, кстати, надо сказать, n равняется нулю, а line равняется нулю. И делать это каждый раз. Да? Да, наверное, вы правы. StdLip зачем? А, getLine StdLip, да? И вот здесь вот. Да, чтобы буфер нам... Чтобы буфер нам зарождался. Freeline. StdLip. Да, да, спасибо. Вот тут мне прям пишут, что надо StdLip инклюзить. Спасибо, Александр. Вы, как всегда, вы, как всегда, в теме. Вот. А вот почему здесь вместо DIN... А-а-а-а. А-а-а. Ну-ка. Size T, потому что он, а, не IND. Хорошо, дорогая моя. Size T. Во, спасибо, милая. Так. It works. Отлично. Теперь давайте, давайте продолжим. Значит, давайте почитаем документацию по, собственно, man, 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 regex, который 3. Нам нужно сначала скомпилировать, скомпилировать регулярное выражение. Мы даем ему некую строчку, а она нам возвращает объект, который мы потом будем применять для матчинга. Для этого служит функция regexComp. У него три параметра. Куда записывать regex, откуда брать его, и какие-то флаги к нему. Вот. По умолчанию, наверное, можно на флаги забить. Значит, что тут? Include. Include что? Regex какой-нибудь. Regex.h Здесь должно завести... Так, забыл. Regex.t Завести переменную типа regex.t Regex.t Это будет наше регулярное выражение, куда мы сейчас скомпилируем. А скомпилируем мы туда просто регкомпом. Да, блин. Надо маленьким буквам было. Regex.t Вот. Regex.t А что там по рекомпу? Куда? Откуда? Флаги. Флаг у нас 0. Значит, куда это у нас будет ampersand r? Откуда? Это у нас будет argv 0, argv 1. Параметр нашей командной строки. Как в грепе. И флаги. Флаги, 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 флаги. Флаги никакие. Так. Теперь внутри. Значит, вообще, конечно, по-хорошему ее надо обмазать if'ом. Потому что она может вернуть плохое значение. Нет у нас времени на обмазывание if'ом, но имейте в виду, что так как я сейчас, на синий пишут обязательно все функции нужно. У вас, помните, было домашнее задание? Да? Все возможные ошибки проверить. Так и здесь. Да? По-хорошему вот здесь надо if' написать. Ну, дофиг с ним пока. Теперь нам нужно заматчить. Матчить, матчить, матчить. Reg... Error... RegExec. Ух, сколько параметров. Задолбаешься. Это само регулярное выражение. Это строка. Это количество матчей. Это карманы. Ну, карманы нам не нужны. Это флаги. Значит, вместо карманов будем ноль, вместо количества матчей тоже ноль. Просто матчится или не матчится. Очень хорошо. Давайте проверим. Так. Иф. Иф. Регегзек. Регулярное выражение. Строка. Лайн. Количество матчей ноль. Склад для карманов пустой. Флаги ноль. Шмяк. Путслайн. Ну, собственно, все. Теперь наша строчка. Что тебе не нравится? Регегзек. Инкомпасим. Мультайп. Наверное, амперсентик здесь. Точно. Что сейчас будет происходить? Скомпилированное регулярное выражение. Будет применяться к вот этой строке. И, соответственно, нам будет возвращаться либо нол. Нул. Это у меня интересный вопрос. Орегфри не надо делать. Нет, не надо будет делать. Не нол, кстати. Давайте почитаем, что она возвращает. Да не ри... А, регегзек. Zero for successful match. Ой, реагнул матч for fair. Все очень просто. Да? Возвращается ерно. Вот. Либо это ерно реагнул матч. Ну, в смысле, значение ерно реагнул матч. Либо зиру. Так что, если мы пишем, что наверное тут надо поставить тогда нет. Да? Zero, если нашлось. Да? Вот примерно так это должно работать. Пробуем. Ага. Вот это вот я говорил, надо было проверить. Хорошо. Давайте искать нашу квер. Не нашлось. 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 То есть, вот оно это кве. Работает. Давайте более хитрое регулярное выражение. А точка, звездочка. Б точка, звездочка. С. Не нашлось. Нашлось. Где? Б. С. Ну, где-то так. Да? Вот. А точка, звездочка. Это вот это. Б точка, звездочка. Это вот это. И С. Нашлось. Короче, работа. Правда, мы все еще не получили подтверждения того, как у нас устроены карманы. Да? Матчится, матчится. А вот что именно матчится, мы пока найти не можем. Вот. И в такой форме, в простой ригэкзек, это не умеет делать, нам нужно заполнять вот эти поля, собственно, самими матчами. Это даже не карманы, я соврал, это матчи. Вот матч, это то, куда оно запишет. Что заматчилось? Вот. Ну что, давайте попробуем. У нас осталось, правда, 5 минут. Чуть-чуть, может быть, я вас задержу. Вот. Давайте попробуем. Значит, что нам нужно? Нам нужно хранилище матчей. Хранилище матчей типа регмач-Т. Окай. Хранилище матчей типа регмач-Т. Регмач-Т. ПМ матч, да? На сколько элементов? Ну, допустим, на 4, да? 4. На 4 элемента. Ну, у нас не интересует бесконечное количество матчей, интересует не более 4. Окей. А, нам придется завести... Завести нам придется... еще переменную, в которую мы должны писать, потому что тут тоже звездочка. А нет. Тут просто n-матч. Так что можно туда передать эту самую, да. Так. Количество матчей. ПМ. Куда писать? В... ВПМ маленькое. Вот. Как-то так. Давайте проверим, как это работает. Оно работает. B, C. Оно работает. И теперь давайте посмотрим, что у нас намачилось в нашем ПМе. Да? Значит, вместо пус, давайте сделаем циклиг. Пус, уберем. Сделаем здесь еще какой-нибудь int i. И напишем циклик. For. И... Господи, питончик. И равняется нулю, и меньше. Интересный вопрос. А если их там будет два? Чего-то у нас пишет документация. Документация пишет. Пропомач. О. Помач, помач, помач. Документация. Вот сюда, я думаю, нолики приедут. Или минус единички. Да, да. Вот, вот оно. Туда... То есть все проще. Там не нужно будет проверять. Короче, и меньше ПМ. И плюс плюс. И... Что там? Принтф. Это у нас i будет. Это начало матчинга. А это конец матчинга. Вот. Да? Я правильно прочитал документацию? Рэм старт и енд. Да. То есть там, естественно, никакие строки не заводятся, потому что это много памяти. Туда просто записываются в соответствующие места, записываются начало и конец. Можно, кстати, если нам хватит времени, возможно, хватит. Можно даже потом подстройки эти все помачить. Будет как раз красиво про... А, нет, не будет. Ну, не важно. Так. Что? Соответственно... ПМИТ точка... Опять забыл, как называется. Голова дырявая. РМСО. РМЕО. РМСО. ПМИТ точка РМЕО. ТЕК. ТЕК. Да, сюда же. ТЕК. Так. 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 Чего тебе не нравится? А, их там три. Спасибо. Он говорит, что еще И нужно добавить. Еще И нужно добавить. Номер матчинга. Так. На самом деле, наверное, надо еще... Знаете, что сделать? Затереть регулярное выражение, а то оно там в памяти болтается. Мы же его выделили, а теперь его надо убить. Вот. Р. Теперь его надо убить. Вот теперь все. Так. Пробуем. ЖУХ-ЖУХ-ЖУХ. Ммм... Не работает. А. ЖУХ-ЖУХ-ЖУХ-Б. ЖУХ-ЖУХ-ЖУХ-Ц. Один матчинг. А, Б, С. Да. От нуля до пятнадцати. А больше нет. И тут приехали минус единицы, как я и предлагал. Давайте много их сделаем. Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л-Л А может быть у нас карманы есть? А давайте попробуем с карманами. Yes! Это были номера карманов. Понятное дело, что номера под выражений никто за нас складывать не будет. Именно поэтому Греб не умеет раскрашивать, где что вошло. А вот карманы, карманы пожалуйста. Нулевой карман, первый карман, второй карман. Все, все, прям как у людей, чики-пуки. Ну осталось только приделать к этому более красивую выдачу. И в общем картинка готова. Давайте попробуем. Это не так просто сделать. Там нет перевода строки. Нам придется извращаться и строкинципы игрековать. Короче, времени у нас нету, но вы уже, кажется, поняли, да, в чем фишка. Вот тут прям хорошо видно. Давайте мы это еще раз проверим. Раз-два-три на четвертой позиции А. Дальше раз-два-три на восьмой позиции Б. Дальше раз-два-три на двенадцатой позиции С. Дальше еще раз-два-три. Вот она. Общий матчинг с трех до двенадцати. Первый карман с трех до семи. Второй карман с семи до одиннадцати. Ну а третьего кармана нет. Все. Вот. Все, как обещали. Значит, нулевой карман это весь матчинг. Это первый карман. Это второй карман. Бэкслэш один, бэкслэш два. Прям как пописанного. Пописанного. Вопросы. Потому что уже все. Сейчас я посмотрю. Тут написано, если успеем липппцре, не успеем липппцре. Еще раз есть. А вы пока вопросы задавайте. Есть более крутая библиотека, которая называется пцре. Вот. У нее расширенный развесистый синтаксис. Вот он. Это первый. А я хочу липппцре. Она не является движком регулярных выражений. Она более сильная, чем регулярные выражения. И вот, ну, короче. Нет, не буду. У нас уже время пошло в отрицалово. Не буду вам мозги пылесосить. Вот. Такая вот лекция прочитана экспромтом. С домашними заготовками, разумеется. Я смотрю, вопросов нет. Люди, наверное, уже опухли от регулярных выражений. Это обычное. Есть вопрос от Геннадия. Не устарела ли моя книжка по линуксу, написанная, а внимание, в 2004 году? Разумеется, устарела. Ну, вернее так. Я очень старался, мы с Кириллом, с моим соавтором, очень старались, чтобы как можно больше в книжку вошло более или менее общезначимых вещей. Например, главы прошел, там абсолютно нормальные. Но как только речь идет про какие-то конкретные реалии, конечно же, за 15 лет все устарело. 17, 16. Короче, много лет. Надо переписать. Но для этого нужен большой творческий отпуск. Где же его взять? Вот. Ну, кстати, может быть, имеет смысл там с кем-то посотрудничать. Хорошо. Значит, как обычно, вместо вопросов уже пошли благодарности. Ну, спасибо за благодарность. Если вопросов нету, я к следующему разу все-таки обещаю лекцию уже читать не экспромтом. У нас еще осталось тестирование, документирование и интернационализация в плане разработки приложений под линукс. И еще пакетирование и дипломент. Вот. Поэтому нам есть еще о чем поговорить весь ноябрь и начало декабря в нашем распоряжении. Спасибо и до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!